Вечер добрый, Александр Инковский, с вами в прямом эфире Черноморская телерадиокомпания. Вы смотрите программу «Голос Крыма». Если у вас нет света в Крыму, вы нас по-прежнему смотрите, значит, что это небольшая крымская собственная генерация. Правда, крымские так называемые власти еще в декабре прошлого года, 2014 года, отрапортовали, что ими было потрачено свыше 2 миллиардов рублей на приобретение мобильных источников электроснабжения для Крыма, 1400 мобильных дизельных генераторов и 13 газотурбинных электростанций. И вот этой мощности должно было хватить для всего света. Куда делись эти деньги и где эти генераторы, спросите у Аксенова. Ну а тем временем, господин Аксенов придумал новую сказку. 22 декабря обещают, что в Крым подадут электричество из Кубани. Проложат кабель через Керченский пролив и подключат его к этой энергетической системе Крыма. Что самое интересное, значит, ночью 27 ноября от оккупационных властей Крыма появилась информация, что Россия уже начала прямые поставки электроэнергии на Крымский полуостров. Наши журналисты начали разбираться в этом сообщении. И оказалось, что не все так просто, как говорят оккупанты. Выдали желаемое за действительное. В Крым ночью 27 ноября поступили первые 22 мегаватта электроэнергии из Краснодарского края. Об этом на заседании межведомственной комиссии по контролю за общественной безопасностью с гордостью сообщил так называемый первый вице-премьер Михаил Шеремет. Еще об этом никто не знает. По энергомосту Кубань-Керчь уже поступили первые 22 мегаватта. Успешно прошло испытание ночью. По словам Шеремета, электроэнергия отправилась в Керчь. Но оказалось, кроме Шеремета, об этом не знают даже в Москве. В Министерстве энергетики России пришлось опровергать слова зама Аксенова. 27 ноября около 11.20 в ряде СМИ появилась информация о поставках 22 мегаватт по энергомосту из Кубани в Крым. Об этом сообщил первый вице-премьер Республики Крым Михаил Шеремет на заседании межведомственной комиссии по контролю за общественной безопасностью. Минэнерго России обращает внимание на то, что данная информация не соответствует действительности. После реакции из Москвы Шеремету срочно пришлось оправдываться. Оказалось, первый зам Аксенова не разобрался в ситуации и выдал желаемое за действительное. И перепутал энергомост из России с симферопольской ТЭЦ, которая сейчас работает на пределе мощности – двух турбинах и трех котлах. Ночью работники починили вторую турбину и получили дополнительные 22 мегаватта. Только вот жители Симферополя улучшений не заметили. В городе по-прежнему дают свет без графика по 2-4 часа в сутки. Однако не у всех. А еще перед блокаутом обнаружилась – часть генераторов пропала. Задача, которая нам дана на сегодняшний день, задача такая, ну, экстраординарная. Ну, правительство, я считаю, справляется на хорошую четверку. Пять пока поставить нельзя, только скоординированность налаживается. Но, тем не менее, радует уже что? Мы уже вышли на режим определенный. Штаб заработал так, как и должно работать в этой ситуации. Генераторы нашли все, говорят, что растащили половину генераторов. Дело в том, что все покажет ревизия документальная, так или иначе. Пока генераторы, которые передавала Россия в Крым, ищут, жители полуострова, которые имеют доступ к электричеству, слушают извинения от так называемого главы. Конечно, при этом хочу принести извинения свои глубокие крымчанам, связанные с тем, что не смогли соответствующим образом подготовиться к данной, ну, можно сказать, катастрофе, да, если так оценивать, то есть как бы определенные последствия. Но еще раз говорю, в любом случае надо давать скидку на то, что задача, которая решается сегодня, аналогов не имела и не имеет. Что касается несоблюдения графиков подачи электроэнергии в дома крымчан, Аксенов в очередной раз пообещал, что их опять пересмотрят и рано или поздно начнут выполнять. Крымчане пока ждать готовы. Раньше при Луне, вот при Луне, как ее, жгли палочку и сидели, еще ничего, а сейчас. Теперь живем, все. Я во время войны пережила в пеленках, да, и все было, и жива здорово. Не то терпели войну, это ерунда все. Я говорю, в школу ходили, при Каганцах этих уроков учили. При свечах читали, при лучах читали. Полежать и подождать, пока дозвут. Все нормально. Ничего нормального нет. Ничего нормального нет. Аксенов много обещал, на деле ничего нет. Целое лето говорил, что готовы, что все готовы, все у нас под контролем, у нас полно генераторов. На самом деле, оказалось, ничего нет. И с лекарствами, и с ценами, и со светом. Еще не хватает газ, выключитесь, совсем будет хорошо. Что касается света из Украины, то крымчане скорее не хотят его, чем наоборот. И идти на требования активистов гражданской блокады считают ненужным. Отпустите Савченко, с тюрьмы этих, отпустите. Ничего им не надо давать. Ничего, правда. Еще на уступки идти за ними. Вот, представитесь, такими же, как они. Они подорвали, мы давайте подорвем, что это будет. Бесплатно, ничего им не надо. А вы что? Я очень довольна. Я хочу сказать, что ничего им давать не надо. Так же, как они сделали. Первый раз воду перекрыли сразу нам. Жалко всего стало. Все, сколько для них делали, для этих украинцев. Рассадник фашизма Украина сегодня. Несмотря на то, что я сама киевская, я сама с Киева. А я бы только так сделала, потому что там будет беда. Я бы то ликвидировала, всю Украину заняла бы. Пока крымчане ждут энергомоста из Кубани и считают, что жизнь при луче не лучше, чем с украинским светом, мечты о свете из России, жители полуострова холодным душем остужают в Украинерго. Чтобы обеспечить Крым, России необходимо проложить как минимум пять высоковольтных кабелей через Керченский пролив и перестроить энергосистему всего полуострова. Сейчас вдоль Керченского пролива они пытаются кинуть кабель. Пока они не усилят связь между Керчью и Феодосией, Феодосией и Севастополем, оттуда нельзя будет передавать электрическую энергию. Это все равно, что подавать кровь в человеческий организм через вену на ноге. Ее толщины не хватит передать кровь до мозга. В Украинерго поясняют ни сети Ростовской области, ни Восточного Крыма не приспособлены принять такую мощность. Поэтому потребуется масштабная реконструкция и строительство новой энергоинфраструктуры. Для того, чтобы обеспечить Крым гарантированное снабжение от России, без учета строительства своих источников традиционной или альтернативной генерации, потребуется около трех лет. На самом деле об этом сказано много. Я хочу, чтобы наши телезрители, если вы сейчас нас смотрите в Крыму, у вас есть электричество, а если вы нас смотрите в остальной Украине, я хочу, чтобы вы помнили, что прекращение поставки электроэнергии связано с невыполнением требований активистов гражданской блокады, освобождения в первую очередь политических заключенных, Актема Чегоза и Дрежды Савченко. Об этом мы сегодня поговорим с Натальей Белицером, экспертом Института демократии имени Филиппа Орлика. Добрый вечер. Добрый вечер. Знаете, очень интересный вопрос. Развернулась такая достаточно бурная дискуссия в Украине. Вообще, как надо вести себя в Украине по отношению к Крыму? То есть влияет ли отключение электричества в Крыму на настроение крымчан? А если даже и влияет, то каким образом это вообще влияет на возвращение Крыма, на ситуацию в Крыму? На ваш взгляд. В средне-довгостроковой перспективе безсумнительно влияет. Оценить реально, надежно настроение в Крыму не возможно. Социология не работает, даже большей мировой, чем в России, где уже фаховые социологи выяснили, что не можно положить на данные. Даже российские социологи? Так. В авторитарных странах такая социология просто не работает. Тем более в Крыму, где ФСБ настолько залякало все население. Вы чудово знаете, что это гирше, чем за Радянского Союза. То есть уже и на кухнях люди не рискуют говорить, только выходят куда-то далеко, в лес или в горы. Поэтому эти отдельные выступы, которые ловят на улицах, где-то, в маршрутках, они мало про что говорят, чтобы можно было действительно понимать. Ну смотрите, там были разные вещи. Там одна из женщин говорила о том, что вообще, ну, все замечательно, конечно, можно винить Украину, но скажите, пожалуйста, куда делись вот эти тысячи электростанций, которые там еще в прошлом году якобы передали из России? Куда делись миллиарды рублей, которые якобы были потратены? Я не сомневаюсь в том, что они были выделены. Но на что они были потрачены, большой вопрос. Да, это известно. С 1400 генераторов виявилося лишь половина, десь 700 штук. Теперь снова запевнение везут, там, майже из далекого схода везут и так далее. То есть, критичность стосовно місцевой и российской власти уже можно вважать, что увеличивается. Как это назначится наставлено до Украины, пока что не понимали. Если читать в социальных мережах все эти темы в интернете, то есть полный набор полярно-противорожных думок. И самых разных. Причем и минус, и плюс, и посередине что-то есть. Я предлагаю посмотреть тем временем. Значит, в Керчи уже люди готовы, ну, во всяком случае, они так говорят, что готовы перекрыть трассу на Симферополь или перекрыть Керченскую паромную переправу, если им в ближайшее время не включат электроэнергию. Потому что в Керчи на самом деле самая тяжелая ситуация с электроэнергией. И вот в предыдущем сюжете у нас были слова господина Шеремета, который говорил о том, что вот вначале подали якобы там из России электроэнергию в Керчь, потом сказал, его неправильно поняли, что подали эту электроэнергию из Симферополя. Сегодня пришло опровержение о том, что на самом деле из Симферополя невозможно подать электроэнергию в Керчь, потому что в Керчь она поступает по другому пути. Но о том, как реагируют на отсутствие уже пятые сутки в Керчь полноценного электроснабжения, хотя бы такого минимального электроснабжения, вы увидите прямо сейчас. Вы скажите, когда будет свет и когда будет чистота. Вот и все. На Кирово включится свет. Они не писались, все улицы сто процентов. Вот. Послушай, пожалуйста, подойдите. И увидите ориентировочные главные улицы. Перекрыть дорогу Симферополя. И что, свет появится? Из переправы. И что, свет появится? Ну что, свет появится? Я Симферополя. Не, ну свет появится, вы перекроете. Да, почувствуйте, что Симферополь так последний вам отдает. В Керчь оставим на... Симферополь так последний отдает. На весь Крым одна станция. Вы можете понять, или нет? Изначально, почему Керчь оказалась в состоянии? Почему Симферополь? Это что, через 6 часов китайцы подплачь, хорошо. Потому что Симферополь... У них своя станция, Симферополь. Вы не равняйте. У нас на ремонте есть подстанция. Не скорую не выходить, не плена вообще. Что такое очень происходит? Мы легче. Именно с Керчьей. Итак, есть уже неудовлетворенность, да, или недовольство работой местной власти или ее бездействием. Но на самом деле понятно, что от работы местной власти, да, там, или от головы сельсовета не зависит, будет электричество или нет, если это просто не маленькая подстанция. А другой вопрос, могут ли сделать крымчане вывод, что без Украины все-таки Крым не может полноценно существовать? Ну, в значной частине тих, кто щиро рвался в Россию и оце краще померти в Россию, мабуть, дуже важко визнати, что практически вси надеи на стримке покращение життя за российскими стандартами не виправдились. Это перехреслить в себе. Дуже великий пласт оцих иллюзий, сподівань и визнати полностью, что был напрямую психологически, мабуть, для многих пересечных жителей надзвичайно важко. Но я не вижу, как может быть иначе. Ну, все-таки, факты, которых слишком много, не могут не вплинуть на людину. Тем более, что есть среди разных позитивных моментов те, что оце целодобное промывание москвов российским телебачением, сподіваються, что может немного прочистить и прояснить с принятой картины света. Ну, и, как громадский активист из Украины, я могу сказать, что бачаю певный позитивный эффект в разбурганной интенсификации оцего громадянского активизма в Криму. Те, что не имеет значения, что в змозе они чего-то добились, или нет. Важливо, что они имеют такую же потребу. И, вспомните, что по законодательству России это все не может. Это незаконно вообще собираться больше трех человек. И они же были заляканы настолько, что и не думали ни про який протест. А тут мы бачим, что и не пытаются всей ситуации влада выполнять эти драконовские ставления. И люди не так же боятся. И заместь апатии, депрессии, такого фатализма. Ну, а что мы можем сделать, и даже, если нам плохо, это само по себе и позитивнее. Вы знаете, я разговаривал позавчера с нашим севастопольским корреспондентом. И он сказал, что по его ощущениям, ну терпение даже у севастопольцев, которых получше, чем Керчь снабжается электроэнергией, говорит, хватит, может быть, на неделю. До тех пор, пока начнутся такие большие массовые протесты. На ваш взгляд, могут начаться такие протесты? Это первый вопрос. И что будет делать местная власть, если такие действительно массовые протесты начнутся? Вы знаете, я довольно много читала на знаменитом Севастопольском форуме разные отгуки, и могу сказать, что никакой одностойности, тем более, что у взвинуваченней у всему погана пашистская Украина, уже немае. Там много довольно таких троллейцких иронических, с приводу ситуации, что склалася. Чи действительно отдают тиждень до початку массовых протестов, как обережнейше до этого ставилися. Ну это просто такое мнение, да? Репрессивный аппарат надто сильный, задеянный. Ну а на ваше запитание, что будет робить влада, не имеет ответственности, потому что влада на всех уровнях, как в Крыму, так и в таком вражении в Кремле, в состоянии разгубленности. Это, вы знаете, есть одна аналогия с последними подъями в турецко-российских отношениях, после того, как сбил литок. Так же, как там, никто не мог понять, что наважится. Надто лячно, надто страшно, а часом дійсно остаточность несет стриху и ядерную зброю застосует. И, разбещено оцей млявою миролюбной реакцией Европы, Россия дійсно не ожидала, что турки наважаться на так же. Те самое. Украина много Россий попереджала. Были все основы, ну, такие промыль еще в минулому році, были частковые, тимчасовые, отключения. Те самое. Не верили, что Украина наважится. И не обратили внимание на очень важный сбег обставин. Газовый шантаж в России практически вычерпан. Его практически нет. Больше того, энергетическая блокада не распочалась до того, как Украина перестала куплять. Тобто аналитический центр Москвы и Кремля мог бы побачить в этом, принаймні, такую возможность. А такое впечатление, что абсолютно не готово. Российская Федерация, да, что может быть такое? Хорошо, скажите, пожалуйста, но предположим, да, я могу пока только предполагать, предположим, там выходит 5 тысяч, 10 тысяч, начинают действительно перекрывать дороги. Ведь не в привычке российских властей, знаете, договариваться с людьми. Ну, не в привычке, да, вот выйти сказать, мы все сделаем, мы пообещаем. Тем более, что и обещать они ничего не могут, да, потому что неоткуда им взять это электричество. Каким образом, вот, все-таки тут будет, отважатся ли они на силовой разгон, допустим, такую демонстрацию? Есть у меня такой еще вопрос, я хотел бы немножко, немножко коснуться истории. Мы заговорили про сейчас, это обострение ситуации между Россией и Турцией, да, но отношения между Россией и Турцией, они всегда были не самые, знаете, там, партнерскими, да, и какими-то там... С одного боку, а с другого торговельно-экономичные, известные... Да, и вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, может ли вот такое обострение отношений? И если сейчас Российская Федерация сама ведет эмбарго там на турецкие товары, на заход турецких кораблей в российские порты, я вот не говорю про крымские, Может ли это привести к тому, что Турция тоже ведет ответные санкции и как-то по-другому поставит вопрос Крыма и крымских татар? Вы знаете, я саме над этим дуже багато після того выпадку думала и вважала, что для Туреччины это был бы абсолютно логичный крок. Тобто, инициатором ведения часткового с намерами поселить эмбарго выступила не Туреччина, а Россия. А сама Россия. Да. Больше того, ну, знаете, такий первый ученик Аксенов, не очікуючи там усього іншего, заявил урочисто, что он все полностью торговляет в связке, что имеет безпосередний вплив на ситуацию с блокадой. Отказывается от всех поставок турецких товаров, запрещает им заходить в крымские порты, а также отказывается от всех инвестиционных проектов турецких, там стоимостью полмиллиарда долларов. Так, больше того, основной головной боль с неэффективностью блокады саме в том и полягал, что Туреччина значной мере компенсировала постачание. А теперь, когда Крым снова таки сам, не Украина, там, вчинили якийсь тиск на Туреччину, то логичным кроком было бы приединение до санкций. И это было бы и выправданно, и чисто. Это понятно, что это было бы логично. Насколько, на ваш взгляд, Анкара готова к такому развитию событий, или все-таки, может быть, там у них экономический какой-то стимул, он перевесит и начнут договариваться с Российской Федерацией, чтобы все... Вы знаете, уже появилось, я думаю, эксперты все обратили внимание, что до этого стримкого загострения Украина довольно активно начала посилювать співробитничество с Туреччиной, в частности, в галузе безопасности Чорного моря, в військовой сфере. А теперь не обеяке векно возможностей повернуть втраченные позиции на зерновом, зокрема, и олийном рынке. Это же, фактически, Россия минулого року вытеснила из турецкого рынка Украину. То самое сейчас и уже были заявы. Мы до этого готовы, мы в змозе. То есть, Туреччина теперь, чтобы не втрачать обличие, судячи по поведенциям и заявкам президента Эрдогана, она совсем на это не собирается, никаких там... Нам тут предлагают посмотреть на Эрдогана и Путина. Хорошо, значит, смотрите, еще один. Вот мне как-то напрашивается историческая такая аналогия. На самом деле, пока, значит, вот... Может быть, она не неправильна. Попробуйте понять мою логику. Но до тех пор, вот пока Россия, значит, не окончательно, знаете, вот как бы прижала там Крымское ханство не к территории Крымского полуострова, пока Крымское ханство было находилось, ее часть находилась и на Кубани, да, на территории там юга Украины, Крымское ханство было полноценным государством. Но после того, как Российская, тогда не федерация, тогда империя, хотя разница, собственно говоря, небольшая, да, после того, как Россия вышла на море и фактически закрыла, да, Крымское ханство там, то, в принципе, стало понятно, что существовать вот в таких границах, наверное, самостоятельно уже Крымское ханство не сможет. Так, так, я с вами сгодна, и это еще вказывает на то, насколько треба нам всем резко интенсификовать все эти науковые, исторические реминесценции, проблему прав людей, и снова-таки, ну, сентимент стосовно крымских татар, вот, на часе теперь. Ну, пока что, видите, да, это Российская Федерация телевидения уже сделала несколько интересных таких материалов, которых там показывается 1475 год, там, Турция оккупировала, там, Крым и так дальше, в общем, ну, в общем, интересно такое, какая-то ненаучная совсем фантастика. Я, знаете, с вами соглашусь еще в том, что вот отсутствие вот этой государственной политики относительно Крыма, вот, в принципе, привело сначала к гражданской вот этой блокаде, товарной блокаде Крыма, а потом, собственно говоря, к тому, что вот упали электроопоры. Такое, кстати, мнение выразили народные депутаты самых разных созывов. Видео. Глава государства должен четко обозначить официальную стратегию возвращения Крыма. На этом настаивают народные депутаты, комментируя подрыв электроопор на Херсонщине. Такая бездеятельность, по их мнению, привела к тому, что граждане самостоятельно начали вводить санкции к оккупационной власти. Народные избранники в большинстве своем не против в прекращение поставок электроэнергии на полуостров. Свет в домах крымчан уже пятый день, всего по несколько часов в сутки. Таков график веерных отключений. Однако в некоторых отдаленных районах полуострова света не было с субботы. Самостоятельно Крым обеспечивает себя лишь на треть от потребностей. Постоянный ток есть только на социальных объектах и военных базах. Так называемая власть пытается спастись генераторами, но их мощность очень мала, говорит нардеп крымчанин Юлий Мамчур. «Якщо не подняться промисловий струм на військовые объекты, то тих запасов дизельных агрегатов, которые используют дизельное палубо для выработки электроэнергии, надовго не хватит. Они считаются как аварийные средства подачи энергии, они имеют обмеженный термин использования. Десь 7-8 годин им нужно какие-то регламенты делать. Это аварийное шивдание. И поэтому такая энергетическая блокада впливает, конечно, и на население, но в большей мере оно впливает на посещание на військовые объекты». Обеспечить энергоснабжением на постоянной основе социальные объекты Крым может самостоятельно, если уменьшить поставки электроэнергии в российские военные базы, которые находятся на полуострове, говорит основатель попечительского совета Международного фонда помощи жертвам террористических актов крымчанин Андрей Сенченко. «Граждан сложилось, сформировалось такое общественное мнение, что, возможно, верхушки украинской власти, президенту, премьеру, их окружению комфортно было бы забыть о Крыме и Донбассе и счастливо править и решать свои бизнес-задачи на оставшейся территории. Но проблема в том, что граждане с такой формулой не соглашаются. И в отсутствии действия власти появились вот такие инициативы, может быть жестковатые в виде взрыва опор, но это в первую очередь реакция на бездействие власти». Народный депутат и советник министра внутренних дел Антон Герасченко тоже выступает за энергоблокаду Крыма. «Я скажу, что я большой сторонник энергоблокады Крыма и считаю, что нам нужно делать все, чтобы отделиться от России максимально. Пока там будет Путин, он будет постоянно угрожать нам. Поэтому рано или поздно он бы сам ввел блокаду против наших товаров. Рано или поздно он бы сам бы отключился от электроэнергии. И поэтому мы должны иметь государственную политику в отношении оккупирования территории. На сегодняшний момент этой политики нет». Согласно Женевской конвенции, именно страна-оккупант должна обеспечивать всем необходимым аннексированную территорию, напоминают народные избранники. Однако, как всегда, мнения в кулуарах парламента разделились. Ну и короткий коментарь, как гости нашей студии, Наталья Белецер, эксперт института демократии в имени Пилипа Орлика. «Я бы тут хотела виступить в трохи незвичной для себя ипостасии, не приеднатися до критики уряду и большого керівництва, который, ну, начебто, подстав повно, а радше на захист. Тобто, я вважаю, что позиция державных структур, яка змушена рахуватися с гражданским суспільством, в першу чергу, с волей коренного народу и не разгонять один, не рахуючи прикрого инцидента с Нацгвардією Иллею Киевою, а идти на зустріч, прислухатися и те, что это значительно больше виграшная позиция, чем если бы тут много говорится, ай, спизнилися, ай, неможливо. Але давайте згадаємо, якби ще під час референдуму, яка була реакція на відміну від сьогоднішньої різноманітної, однозначно негативної, це помста Україна довела свою фашистськість і таке інше. Крім того, значить, дуже важливо, що оце посилання на Женевську конвенцію і хто несе 100% відповідальність за долю населення і його жизнезабезпечення, після того, коли офіційно Верховна Рада оголосила, що 20 лютого Крим є тимчасово окупованою територією, тому все, що записано в конвенції. І в зв'язку з цим я б хотіла звернути увагу ось на одну річ, за яку хочеться покритикувати зокрема наш МЗС. Я думаю, всі звернули увагу на заяву Міністерства закордонних справ Німеччини і міністра звинувачення, порушення прав людини і таке інше. Якщо був якийсь відгук з українського боку, я його не бачила, не знайшла. Але мені здається, що оскільки в цій ситуації може вперше за весь цей період Україна все ж таки стає не об'єктом, а суб'єктом міжнародної політики і геополітики, то цілком було б природньо звернути увагу саме на положення конвенції на юридичну чистоту того, що Україна офіційно оголосивши, що це окупована територія, немає ніяких зобов'язань і нагадати, скільки кричущих випадків порушень права людини зовсім не з боку України, на що звернув увагу тільки на рівні немецького омбудсмена. Наталья Біляця, експерт інститута демократ ім. Павло Павло була гостю в нашій студії. Ви смотрели программу «Голос Крима» і не забувайте, що в принципі кожен день, пока работають генератори российських, які работають на российском топливі, вот этот каждый день обходиться Российська Федерація, Крим обходиться все дороже і дороже. Чем он буде обходиться дороже, тем быстрее сгинет эта недружественна нам страна. Оставайтесь с нами на канале Черноморская телерадиокомпания. Наступного року.